Ко дню первого президента в Шардаринском районе Южного Казахстана открыли сразу два крупных объекта. Спортивную школу и школу-интернат для одаренных детей. Средства на их строительство были выделены из областного бюджета. Продолжит Алмау Разбаева. Семиклассник Ербулат теперь точно станет чемпионом страны, говорят юные борцы и шардары. Ербулат Орумбек занимается борьбой с 7 лет. До сих пор тренировался где придется. И в пришкольных залах, и в приспособленных. Но даже эти условия не помешали ему стать чемпионом области. А тут, в канун дня первого президента, построили огромный спортивный зал с настоящим татами. Юный борец первым опробовал его. Сразу видно, будущий олимпиец быстро выводит соперника из равновесия, и броски у него резкие. За 6 лет научился многому. Теперь у меня новая цель – защищать честь Казахстана на мировых аренах. Наконец-то для этого у меня появились все возможности. Буду заниматься в большом оборудованном зале. Обещаю, буду побеждать всегда. На строительство спортивной школы из областного бюджета было выделено 46 миллионов тенге. Около тысячи юных спортсменов занимаются здесь боксом, дзюдо, греко-римской борьбой. Еще одно новоселье в этот же день справили 200 учеников из специализированной школы-интерната для одаренных детей. Типовое трехэтажное здание с современными мультимедийными лингофонными кабинетами расположилось на территории почти 300 квадратных метров. Рядом общежитие из двух блоков. В нем проживают дети из отдаленных аулов. А главное, теперь школьники будут заниматься по новой программе. Я прошла курсы по кембриджской программе. Теперь свои знания передаю детям. А дети у нас не простые. Одни одаренные. Это передается по генам. Другие – талантливые. Упорным трудом добиваются успехов. Я заметила, что сейчас почти у всех учеников проявляются склонности к точным наукам. Поэтому с особой ответственностью учу их законам физики. Физику я всегда забрила. И никогда не вдавалась в тонкости механики или энергии. Здесь мне просто и понятно все объяснили. Теперь это самый любимый предмет. Даже хочу потом стать учителем физики. Новую школу для одаренных детей тоже построили на деньги из областного бюджета. Она обошлась казне почти 850 миллионов тенге. Сейчас в районе нет аварийных школ. И теперь больше внимания уделяют строительству детских садов. Обеспеченность детскими садами в районе около 70%. Только в этом году по программе «Балапан» в рамках государственно-частного партнерства сдаем 4 детсада. Еще один на 280 мест строится за счет государства. А план до 2020 года обеспечить дошкалят местами в детсадах на все 100%. До Нового года здесь обещают сдать еще ряд социальных объектов. Алмау Разбаева, Нурмахам Мусатов, Рауха Туркумбаев, Южно-Казахстанская область.